Итак, всем доброго времени суток. Для тех, кто услышит меня впервые, представлюсь. Меня зовут Александр, я являюсь одним из сотрудников редакции группы канала Биржевик. Помогаю Михайловичу озвучивать некоторые ролики на YouTube-канале. Перед началом озвучу дисклеймер. Информация на данном ресурсе адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной рекомендацией. Носит исключительно информационно-аналитический характер и не должна рассматриваться как предложение, либо рекомендация к покупке или продаже какого-либо актива. Первый на обзоре сегодня у нас будет группа компаний ЕКС. Эмитент занимается реализацией комплексных проектов от реконструкции систем теплоснабжения и проектирования котельных до реставрации памятников архитектуры и строительства объектов нефтегазовой отрасли. В числе заказчиков ЕКС находятся Газпром, Мосводоканал, Моек, Русгидро и Мосгаз. По результатам 2020 года ЕКС занимала 6 место среди крупнейших компаний в сегменте строительства объектов социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры России. Компания ведет деятельность в 44 субъектах Российской Федерации. Портфель контрактов компании хорошо диверсифицирован. В структуре заключенных контрактов на 2022-2025 годы 40% приходится на объекты социальной инфраструктуры, 38% на объекты коммунальной инфраструктуры, 9% на объекты транспортной инфраструктуры, а также 5% на гидротехническое сооружение. Собственный парк ЕКС превышает 400 единиц строительной и специальной техники. Доля работ, передаваемых на субподряд в выручке компании в 2020-2021 годах составляла 35-40%. На сегодняшний день у компании всего один облигационный выпуск, поэтому посмотрим его данные. Номинал облигации составляет 1000 рублей, то есть это минимальная цена покупки одной облигации. На данный момент облигация стоит 998 рублей 30 копеек или же 99,83% от номинала. Срок обращения, то есть дата погашения назначена на 19 декабря 2024 года. Оферта не назначена. Текущая доходность составляет 13,73%. Купоны выплачиваются раз в квартал, то есть раз в 91 день и составляют 32 рубля 41 копейку. Размещена облигация на московской бирже. Уровень надежности облигаций третий, то есть компаний из сектора высокодоходных облигаций. Переходя к вопросу ликвидности, здесь она находится в диапазоне от 100 до 600 тысяч рублей, что является умеренным показателем, поэтому некоторые сложности с покупкой или продажей все-таки возникнуть могут, но не столь значительные. Волатильность в цене все еще присутствует. За последние месяцы более 2%. Дюрация находится на уровне 752 дней. Говоря о ключевых экономических показателях компании, мы располагаем лишь отчетом за 2021 год в сравнении с 2020 годом в формате РСБУ по российским стандартам бухгалтерского учета. Как мы поняли, поквартально компания не отчитывается. В 2021 году выручка компании выросла на 46%, с 44 до 65 миллиардов рублей чистая прибыль выросла на 15%, с 1,3 до 1,5 миллиардов рублей. С последнего обзора данной компании кредитный рейтинг не изменился. 17 декабря 2021 года последний кредитный рейтинг, который был присвоен рейтинговым агентством АКРА, рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом. На всякий случай напомним, рейтинг BBB означает умеренный уровень кредитоспособности в сравнении с другими рейтинговыми лицами, выпусками ценных бумаг и финансовыми обязательствами в Российской Федерации. При этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях Российской Федерации. На декабрь 2021 года АКРА оценивала долговую нагрузку компании как низкую, с средним показателем обслуживания долга. Чистый долг компании по итогам 2020 года был отрицательным. При этом в силу сезонности поступления платежей по госконтрактам у компании обычно наблюдается рост долговой нагрузки в начале года и ее снижение к концу года. Можно считать, что эти данные несколько уже устарели, так как они были сделаны еще в 2021 году. Подведя итоги данного обзора, можно сказать, что за исключением непубликуемой по квартальной отчетности и отсутствия понимания, как повлияла геополитика и текущая ситуация мировой на деятельность компании, то в целом предыдущий обзор актуален, так как подкупает сама ниша, занята эмитентом. Мы считаем, что она будет довольно востребованной в ближайшем будущем. Однако напомним, что ситуация в геополитике до сих пор востребованная, поэтому с выбором облигаций надо быть крайне внимательными. Ну и не забывайте, что на одну компанию в инвестпортфеле вашем не следует выделять более 3 или 5% от капитала. Далее мы перейдем к рассмотрению облигаций компании Атомстройкомплекс Строительство. Напомним, что эмитент является головной компанией группы Атомстройкомплекс Строительство. Данная группа компаний занимается капиталовложением в ценные бумаги, покупкой, подготовкой к продаже и продажей, сдачей в найм собственного недвижимого имущества, управлением недвижимостью, производством общестроительных и прочих строительных работ. Также Атомстройкомплекс Строительства является крупнейшим застройщиком жилонедвижимости Екатеринбурга и Свердловской области. Также нам известно, что эмитент является учредителем более чем в 50 организациях. Как и в нашем первом обзоре сегодня, у данного эмитента лишь один облигационный выпуск. Пройдемся по его характеристикам. Номинал облигации также составляет 1000 рублей, то есть это минимальная цена покупки одной облигации. На текущий момент стоимость облигации составляет 922 рубля и 70 копеек или же 92,27% от номинала. На сегодняшний день облигация стоит 946 рубля или же 94,60% от номинала. Дата погашения назначена на 24 сентября 2024 года. Оферта же была 30 сентября 2021 года. На сегодня доходность составляет 12,82% с выплаты купонов раз в полгода, раз в 182 дня, с купоном по 47 рублей 37 копеек. К слову, доходность упала на более чем на 1,5% за последнюю неделю. Переходя к вопросу о ликвидности, здесь она довольно нестабильная, но, как правило, варьируется от 100 тысяч до 1 миллиона рублей в день. Поэтому сложности с покупкой и продажей все еще могут возникать. Волатильность также высокая, более 2%. Дюрация составляет 701 день. Переходя к ключевым экономическим показателям компании, для начала также рассмотрим годовые отчеты с 2021 год и 2020 год. Все отчетности представлены в формате РСБУ, то есть по российским стандартам бухгалтерского учета. Выручка выросла в 2021 году на 52%, с 215 до 325 миллионов рублей. Чистая прибыль выросла на 74%, со 179 до 312 миллионов рублей. В первом квартале 2022 года было снижение показателей, выручка снизилась на 81% в сравнении с первым кварталом 2021 года, со 103 миллионов до 19 миллионов рублей. И снижение чистой прибыли на 101% со 101 до 29 миллионов рублей. Также нам уже доступен отчет за первое полугодие 2022 года в сравнении с первым полугодием 2021 года. Здесь выручка выросла на 7%, со 167 до 178 миллионов рублей, а чистая прибыль выросла на 21%, со 165 до 199 миллионов рублей. Другими словами, ситуация более-менее стабилизировалась в сравнении с первым кварталом. По кредитным рейтингам новостей также нету, с момента нашего последнего обзора в марте облигаций данной компании. Последний рейтинг был присвоен также рейтинговым агентством АКРА 15 декабря 2021 года. И он был на уровне БВБ+, со стабильным прогнозом. Подробно мы разбирали данный рейтинг в первой части этого ролика, поэтому повторяться не будем. Главное, что здесь стоит отметить, то что АКРА оценили долговую нагрузку как очень низкую, с очень высоким показателем обслуживания долга. И это определенно позитивный момент. Однако эти данные можно считать довольно уже устаревшими, так как прошло по сути уже почти 9 месяцев с момента публикации аналитики АКРА. В целом считаем, что предыдущий обзор актуален. Также напомним, что по нашему мнению, по мере смягчения денежно-кредитной политики Центрального банка РФ объемы кредитования будут расти, так как кредиты будут с низкими процентными ставками. А следовательно спрос на недвижимость также будет расти, вследствие чего мы ожидаем рост прибыли компаний-застройщиков на данном факторе. Еще раз напомню, что ситуация в геополитике до сих пор обостренная, поэтому с выбором облигаций надо быть крайне осторожными. Наши редакции не рекомендуют на одну компанию в инвестиционном портфеле выделять более 3 или 5% от капитала. А также отметим, что главное это сохранять риск менеджмент и следить за новостями и отчетами об имитентах, держателями облигаций которых вы и являетесь. Таким образом можно нивелировать многие риски. На сегодня на этом все, всем спасибо за внимание. Напомню, что ссылки на все наши медиаресурсы находятся под каждым видеороликом. Под первым пунктом телеграм-канала, посвященный акциям, облигациям, сыровим рынкам и банковскому сектору. Во втором и третьем пункте наши группы во Вконтакте и Яндекс.Дзен, куда дублируются все материалы из телеграма. И в четвертом пункте наш канал на Рутюб. Вся информация в первую очередь публикуется именно там, после чего попадает на Ютуб.